Всем привет! В этом видео хочу рассказать вам о своих очередных покупках в магазине FixPrice. У нас в Петербурге цена осталась прежней 50 рублей. Начать я хочу с бытовой химии. Третий раз уже приобретаю я средства для мытья полов частин. В этот раз взяла с ароматом цитрусов. Аромат мне понравился, он приятный в упаковке, но при разведении с водой он полностью исчезает. Это средство идеально для ламината, линолеума, паркета, дерева, плитки и прочих водостойких покрытий. Не оставляет разводов, не требует смывания и вытирания насухо. Хорошо справляется с поставленной задачей. Мне оно понравилось. Конечно, оно поверхности не дезинфицирует, но действительно никаких разводов. Отлично работает, полы чистые. Покупаю уже не первый раз и буду покупать дальше. Для мытья плиты я приобрела средство Санита Антижир. Это гель с расщепителем жира. Подходит для плит, микроволновок, грелей, посуды, кафельной плитки. Удаляет жир, копоть, нагар и пригоревшую пищу. Честь протестировать это средство выпала моему мужу. И ему очень понравилось, как оно справилось с загрязнениями на моей плите. Отлично все удалила, без разводов. Хорошо смывается водой. Плита чистая, как новая. Отличная вещь. Я пока что не пробовала сама, но надеюсь, мне тоже понравится. Мне это средство не подведет. Объем здесь пол-литра. Внутри находится гель, достаточно густой. Средство это содержит щелочь, поэтому работать нужно обязательно в перчатках. Для стирки я приобрела гель универсальный концентрат. Объем здесь 1 литр. Подходит этот гель как для ручной, так и для машины стирки. Я уже пробовала гель для стирки деликатных вещей. Мне понравилось. Действительно хорошо отстирывает. Этот я пока что не пробовала. Здесь сзади написано, что он с эффектом кондиционирования. Прекрасно отстирывает сложные пятна, избавляет ткань от застарелых запахов. Придает одежде нежный, но не навязчивый аромат. Легко выполаскивается в любой воде. Можно применять, не используя дополнительный кондиционер для белья. Кондиционер я в любом случае добавляю. Посмотрим, как это средство будет работать. Надеюсь, мне оно тоже понравится. В последнее время я пользуюсь только гелями для стирки своей одежды. Для кухни. Уже не в первый раз покупаю я целлюлозные губки. Мне они очень нравятся. Я ими вытираю воду вокруг раковины. Могу убрать со стола с их помощью. Хорошо впитывают воду. За 3 штуки стоят 50 рублей. Но я считаю, что цена полностью оправдана. Потому что их хватает очень-очень надолго. Мне они нравятся. В запасе всегда лежат. И вот еще приобрела. Пусть будут. А также уже не первый раз я покупаю губки для мытья посуды. Кухончик. Когда-то я считала, что цена... По-моему, тогда еще она была 45 рублей, когда я с ним познакомилась. Цена для упаковки в 3 штуки такая большая. Но когда я начала мыть посуду этими губками, когда я приноровилась к их большому размеру, я в них просто влюбилась. Потрясающие губки. Губки отлично работают. Очень их надолго хватает. Вот это покрытие черное. Оно быстро не облезает. Оно очень долговечное. Губки просто супер. И мужу моему нравятся. И, в общем, я решила, что больше обычные губки. Зелененькие, да, какие-то такие, как я раньше покупала, дешевые. Я приобретать просто не буду. Только кухончик. Больше ничего. А что еще для кухни? Люблю я контейнеры. Не смогла пройти мимо еще двух упаковочек. Точнее, двух штучек. Каждый контейнер стоит 25 рублей. Объем 0,5 литра. Сделаны они в России. Подходят для микроволновки, для заморозки в морозилке. Их можно мыть в посудомоечной машине. Разумеется, они подходят для пищевых продуктов. Довольно плотная, хорошая крышка. Твердый пластик. Мне понравились розовенькие, позитивные. Моя коллекция контейнеров пополнилась. С кухонными причиндалами все. Что еще я приобрела? Повторно вот такие замечательные шнурочки. Беру силиконовые. Мне они очень понравились. Такие классные, такие яркие, позитивные. Сейчас покажу вам, как они смотрятся на моих новых кроссовках. Вот так ярко, необычно, по-летнему. Просто потрясающе все это смотрится. Я уже в этих кроссовках ходила. Они у меня с ноги не сваливаются. Очень сильно эти шнурки не растягиваются. Вот эти не растягиваются вообще. Чуть-чуть вот этот красный растянут, но не сильно. Мария Курбатова мне писала, что в них нужно в таких кроссовках с такими шнурками ходить аккуратно. Стараться не спотыкаться, потому что они могут порваться. Но я буду предельно аккуратно. Очень мне понравилась эта идея. Цена за эти шнурки просто копеечная. В конверс явно они будут стоить подороже. Ну, если на один сезон даже мне хватит этих шнурков, этого уже достаточно. Мне понравились, но про запас вдруг все-таки порвутся. Я купила еще один набор. Так, косметика и околокосметические продукты. Вещи, точнее. Увидела я на полке в магазине вот такой замечательный антиперспирант от чистой линии, мужской. Когда-то я приобретала своему мужу что-то похожее и заплатила за тот антиперспирант. Я явно не 50 рублей, а намного дороже. Тем не менее, средство это хорошее. Действительно защищает от пота, защищает от запаха. Конечно, не 48 часов, но на рабочий день хватает. Есть несколько видов этих дезодорантов. У меня с ароматом кедра и чабреца. Защита и энергия. В первый свой заход в фикс-прайсе я купила одну упаковочку. Пришла домой и подумала, что, собственно, я только одну-то взяла. 50 рублей это не такие деньги за хорошую вещь. Но, к сожалению, в следующий раз я нашла на полках точно такой же и никакой другой. Поэтому у меня теперь, точнее у моего мужа теперь два одинаковых антиперспиранта с одинаковым ароматом. Ну да ладно, какая разница. Эти антиперспиранты сделаны были в марте 2016 года. Это не товар, который с истекающим сроком годности стоит на полках. Нет, свежие, новые, до 2018 года они годны. Хорошее качество, а цена, я вообще не знаю, откуда такой аттракцион. Не видно щедрости от чистой линии. Что еще я приобрела? Вот такой наборчик для педикюра. Мне этот набор нужен был только из-за вот этой вот щетки. Сам по себе он абсолютно бестолковый, как мне кажется. Точнее я так разобрала поштучно каждый этот предмет и пришла к выводу, что кроме этой щетки пользоваться больше ничем нельзя. Вот такая вот пилочка, она достаточно жесткая, но у нее такое покрытие, которое слезет после первой же обработки ногтей на руках или на ногах. Если это для педикюра, то для ног. Ну, на одну ногу хватит, наверное. Что касается вот этих разделителей для пальцев ног, они очень широкие, очень неудобные. Я их примерила и мне они абсолютно не подошли. Они жесткие, неприятные. У меня нога очень узкая, а здесь я не знаю, какая нога должна быть, чтобы можно было как-то накрасить ногти. В общем, вещь бестолковая. Выброшу, как только сниму это видео. Вот такие щипчики, я не уверена, что у них хорошее качество, к тому же такими предметами в нашем доме абсолютно никто не пользуется. Но я их, конечно, выбрасывать не буду, пусть полежат, может когда-нибудь и пригодятся, но боюсь, что, ну, не знаю, на один раз и не больше. Что же касается вот этой щеточки, зачем она мне нужна? Давайте я открою эту упаковку. Мне эта щеточка нужна для маникюра. Я уже очень давно использую похожего рода вещи для того, чтобы убирать остатки средства для размягчения и удаления кутикулы. Соответственно, с кутикулы я наношу это средство, выжидаю определенное количество времени, потом беру такую щеточку и аккуратненько вот так все это убираю. Ну, остатки потом смываю водой. Мне нравится. И кутикула отодвигается, и кое-что убирается с помощью этой щетки. Потом ее, разумеется, нужно помыть, и она снова готова к действию. Качество у нее, конечно, не ахти, но и цена не такая уж и большая. Получается, что из всего этого набора более-менее полезна мне будет только вот эта щетка и вот этот замечательный пакетик. Он такой симпатичный, туда, наверное, можно будет что-нибудь даже и убрать. Ну, а все остальное абсолютно бестолковое. Что еще я приобрела? Расходные материалы. Ватные палочки, КТ, 400 штук. Не вижу смысла переплачивать за этот расходный материал. Я такими палочками корректирую маникюр. Больше они мне ни для чего, в общем-то, и не нужны. Ну, уши собакам почистят я иногда. Но для маникюра у меня они улетают просто моментально переплачивать. Зачем? Если можно купить за 50 рублей такую огромную упаковку. Переложить потом все это в коробочку, чтобы было удобнее пользоваться. В общем-то, и все. Так что, надеюсь, они неплохие. И вата эта хорошо примотана. А то, если будет плохо примотана, тогда расход увеличится еще больше. Что еще? В общем, с косметикой и прочим мы закончили. Переходим к еде. Макароны, паста коллекшн, из твердых сортов пшеницы. Приобретаю уже не первый раз. Больше всего нравятся именно вот эти маленькие рожки. Или, ну, или, может, они как-то по-другому называются. Я не знаю. Макароны эти хорошие. Они не развариваются в кашу. Варятся достаточно быстро. На упаковке написано 8-10 минут. Но я все макароны варю 15 минут. Мне так больше нравится. Они маленькие. Можно как гарнир к чему-то подать. Можно смешать с фаршем обжаренным. Можно смешать с тушенкой, чтобы получились макароны по-флотски. Очень все это красиво выглядит. И очень эти макароны вкусные. Приобрела сразу 4 упаковки. Каждая стоит 25 рублей. Объем здесь 400 грамм. Но они содержат глютен. Для своей мамы тоже уже не первый раз я приобрела чай крепкий с бергамотом Лисма. Ей нравится этот чай. Конечно, она больше любит Errol Grey от Greenfield или еще от какой-нибудь более дорогой марки. Но и такой чай она тоже пьет. Поэтому я периодически его привожу. Ей нравится. Почему бы и нет. 25 рублей за упаковку. Вот такое я, разумеется, купила печенье. Французский Прованс Драва Крекер. Я не знаю, сколько упаковок этого печенья у меня сейчас... Точнее, у меня было в доме и сколько сейчас осталось. Потому что оно исчезает просто совершенно в каких-то огромных количествах во мне и в моем муже. Потрясающе вкусный крекер. Очень мы его любим. И когда я ездила в гости к своим родителям в прошлый раз, я взяла такую упаковку печенья угостить. Потому что фикс-прайса в Красном Селе нет. И это печенье очень понравилось моей бабушке. Так что в этот раз я поеду в гости к родителям. Повезу бабушке печенье, маме чай. И только папа остался у меня без вкусняшек. Ну, я думаю, ему это печенье тоже понравится. Что еще? Варенье. Снова появилось в фикс-прайсе. Ну, это даже не варенье. Это ягоды и фрукты, протертые с сахаром. Я, разумеется, обрадовалась. Потому что это вкусно, потому что это натурально, потому что это недорого. Но, посмотрев состав, я немного опечалилась. Производитель изменил не только упаковку и объем продукта. Теперь здесь 420 грамм. Но и немного изменил состав. Теперь в составе, помимо сахара, лимонной кислоты и самого фрукта или ягоды, есть еще пюре из каких-то других, например, яблочное в данном случае. Также теперь здесь есть сарбаткалия. Это консервант. Он натуральный, но тем не менее, он вот здесь появился. Раньше его не было. А, да, еще загуститель пектин. Так что составчики поменялись, но вкус остался прежний. Конкретно этого вкуса раньше не было. Лимон протертый с сахаром. Нам с мужем понравился этот лимон. Сладко, вкусно, с блинами просто отлично. Разумеется, я приобрела для мужа абрикос протертый с сахаром. Сама я этот абрикос не люблю. Здесь состав абсолютно такой же, но помимо абрикосового пюре есть также и яблочное. Тот же консервант, тот же загуститель, все то же самое. Но варенье по вкусу, точнее, эта еда по вкусу осталась абсолютно такая же, как и была. По крайней мере, каких-то сильных различий и вообще каких-либо различий муж не заметил. Очень он любит этот абрикос. Ну и, разумеется, я приобрела свою любимую землянику, протертую с сахаром. Куда же без этого? У меня есть еще старые запасы земляники, так что мне будет с чем сравнивать. А сравнить здесь есть, что здесь, опять же, изменился состав, но помимо пектина, помимо лимонной кио, точнее, помимо сарбата калия, здесь появляются ароматизатор и натуральный краситель. Зачем они сюда это все добавили, я не знаю. Я очень расстроилась, потому что ни здесь, ни здесь нет ни красителя, ни ароматизатора. Но, надеюсь, по вкусу осталось все то же самое. Хотелось бы в это верить. Очень люблю я эту землянику с блинами. Она какая была, жидкая такая и осталась, и никакой пектин сильно ее не загустил. Вот такие были мои покупки в этот раз в магазине FixPrice. Еще хотела упомянуть о карте FixPrice. Когда я ее приобретала, там была такая система, сумма до 500 рублей, если у вас за покупки, то на карту идет 5% от покупки бонусами. А если сумма свыше 500 рублей, то 10%. Это было очень удобно. Я всегда закупалась рублей на 500-600 за каждый, практически за каждый свой заход. Копились у меня баллы в довольно большом количестве. Это было очень удобно. Но сейчас, к сожалению, за любую сумму покупки, ну, может быть, от 1000, я не знаю, может, нет. Но даже если у меня сумма 600 рублей, даже если 700, мне на карту идут те же самые 5%. Это меня, конечно, немножко расстроило. Потому что 10% это больше. И было, конечно, быстрее и удобнее накапливать эти баллы. Ну да что поделаешь, в конце концов, себе в убыток магазин работать тоже не будет. Ну, в общем-то, это все, что я хотела вам в этом видео показать. Надеюсь, я была вам интересна и чем-нибудь полезна. Спасибо за то, что посмотрели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok